Всем доброго дня! Мы находимся в Росаше, Свалявский район, Закарпатская область, Община Бныноах. И у нас сегодня запланирован урок, который мы немножко не запланированно чуточку передвинули. Спасибо, что все пришли. Несколько вещей хочу рассказать. После того, как мы были здесь, в прошлый раз возник вопрос, как нам кушать или не кушать свинину. Вот приходят люди, которые где там всяких адвентистов, пятидесятников, курят там. Они не курят, а мы курим. Что будет, если к нам придут люди из Ивано-Франковска, как было сказано, и будут курить и кушать свинину. Что нам делать с ним? Поэтому я попытаюсь ответить на этот вопрос, дам простой ответ, но это будет в конце. Поначалу, как всегда по-еврейски, это длинный путь, постепенно такая цепочка. И под конец закончим шавотом. Сегодня вечером праздник. Значит, мысль первая. Обычно люди думают, что вот в Нейноах у них всего только семь заповедей. И мы все время говорим, что это так, но на самом деле это не совсем так, что заповедей гораздо-гораздо больше. И сейчас я вам расскажу, что на самом деле у Нейноах заповедей гораздо больше это включает в себя то, что касается свинины, кушать-не кушать. Ответ – не кушать. Сейчас я это докажу. Значит, поэтому мы пойдем есть очень интересная книга Равина Рона Лихтенштейна на английском, где он описывает, что всего в Нейноах 66 или 67 заповедей. Я сам еще до конца не читал, скажу честно, но читаю. Значит, и вот он пишет интересную вещь. Я знал его лично. Это был гениальнейший человек, скромный, спокойный. И поэтому он был ученик знаменитого Рава Соловейчика. И поэтому его книга, она, значит, рассказывает, что на самом деле об Нейноах гораздо больше заповедей, чем всем. Это вот включает не кушать свинину и не курить. Сейчас расскажу, сейчас увидим, по крайней мере, в Шаббатах. Значит, есть, значит, знаменитая книга «Сефер Ахинух», книга общеобразовательная, назовем это так. Она написана в средняком Испании. Ее написал Равина Роне Леви из Барселоны, который жил там в 1200 какие-то годы, 800 лет от нас. И вот он, значит, пишет очень интересную вещь, что, значит, сама книга поделена на 613 разделов. Каждый заповедь. Как они идут в хронологическом порядке? В Торе от начала. Первая заповедь какая в Торе? Для евреев 613? Нет. Хронологически? Правильно, плодите за нажатие. Молодец, Ибрин Вахар. Это ибнынох в евреях. Она отдельно сказана ибнынох, и отдельно сказана в евреях. Поэтому первая заповедь, хронологически, как она идет. Номер один. Заповедь номер два. Хронологически. Заповедь номер два. Это уже только для евреев. Заповедь обрезания. И так далее. На экономическом порядке. Так, 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 так. Последняя 613. Какая заповедь последней 613? Написать цветок Торы. Вон сейчас в Ужгороде, да. Мы. Ну, не мы. Я там был. Значит, каждый, значит, должен постараться написать цветок. То есть, он умеет нанять кого-то. Если у него нет денег, штука дорогая. Найти компаньонов под конец. Если там продают сегодня буквы, там, в Израиль на рынке, там, за пару шекелей. То есть, без одной буквы Торы, действительно. Человек вложил, там, 3 шекеля, 5 в одну букву, все, он написал Торы. Это по минимуму. По максимуму, конечно. Заработай денег, да, и пиши сколько хочешь. Сейчас в Ужгороде вот у нас два члена наших бывшей общины, да, значит, из Семьгоста, которые пришли к Юру, они вот пожертвовали денег и носили цветок Торы. И был очень красивый, правильный и приятный. Так вот, значит, сейчас, это вот я в целом ознакомился этой книжкой. И здесь, значит, интересная тут заповедь, номер сейчас посчитаю, 417. Вот так вот. Которая нас отсылает Роберон Элевис Барселоны 800 лет назад. Значит, заповедь называется «Не возжелай имущество ближнего». Знакомая заповедь? Она в десяти, скажем. Правильно, она есть в десяти, но она, нужно понимать, сейчас мы видим, что здесь заповеди, там некоторые конкретные специфические заповеди, а некоторые группы, да, то есть только заголовок. Например, «Не убей», «Не укради», «Не преподействуй», да, это заповедь. Одна, очень важная. А, например, заповедь «Не поклоняйся идолам» – это группа, это не одна. Но, если мы почитаем «Сефарахенух», книгу Роберона Олери, то выйдет там пятьдесят, семьдесят, может быть, сто, нужно посчитать внимательно, да? Понятно, да? То есть, поэтому иногда заповеди бывают, вот, точка – все, а иногда это не точка, это троеточие, а там еще много-много-много-много-много. Это такой общий заголовок. И поэтому мы сейчас увидим, что семь заповедей «Ноха» – это не заповеди, это заголовки, это группы. Поэтому вот книга Рава Лихтенштейна, он насчитывает шестьдесят семь или шестьдесят шестьдесят девять. Нужно внимательно мне посчитать тут. То есть, это не семь. Семь – это заголовки. Да, как право дорожного движения? По группам, да? Да, а каждый уже специфический знак такой и другой. Итак, значит, есть на еврею все заповеди заголовки, и они разделились до тысяч. А еврею 613 – это… А в Миромаху сравнение, но гораздо меньше. Да, не тысяча. Ну, не тысяча, а шестьдесят шесть. Но все равно это не семь, это больше. А на еврею 12 тысяч? Ну, если вы хотите быть евреем, пожалуйста, будьте все 15 тысяч. И вас будут штрафовать на каждом перекрестке. Тоже вариант. Больная тема. У кого о чем болит, он и говорит. Окей. Окей. И вот, значит, я коротко пройдусь по заповеди, а сейчас мы увидим, дальше он начинает говорить правду и ног. Итак, значит, заповедь, чтобы мы в наших мыслях не стремились захотеть владеть чужим имуществом. В мыслях. Обратите внимание, это очень редко. Обычно мы говорим, что человек за мыслями не судим. Человек подумал, о, или у, у, ну, это его дела. Подумал и подумал. Да, человек судим за действие. Поэтому все эти христианские пугалки, там, веришь, не веришь, это пугалка. Это чепуха. Человек судим за действие. Кого принял сердце, кого не принял, у нас в сердце было здорово. И поэтому эта заповедь, вот, очень редко, да, потому что мало ли человеку там хочется. Красивую машину – это грех, это не грех. Сейчас увидим. Итак, чтобы не, даже в сердце и в мозгу не возжелать, перевести имущество своих братьев в Ивриев, так как то, что человек в мысли желает какую-то вещь, это начало дела. А в конце концов он начнет делать махинации, чтобы как-то это заполучить, это имущество. И хотя тот, кого он хочет, не хочет продавать, ну, возьмем машину, просто, например, не хочет продавать машину. Знаете, в Израиле там вот люди разговорчивые, там, с нас на перекрестке, и все так провести время, продаешь, продаешь. Это так, поговорите, не имеется в виду, что кто-то покупает. Так люди время проводят, до зеленого. Пожелать можно. Как? Пожелать можно. Сейчас, сейчас, сейчас увидим, да? Сейчас увидим разницу между пожелать и перевести ее, значит, себе всякими нехорошими кознами. Это разные вещи. Просто желать можно. Просто желать. Я хочу себе такую же машину, черную, там, со стеклышками, там, окна сами открываются, опускаются. Или я хочу именно эту машину, я хочу у него отобрать. Понимаем разницу, да? Так вот, второе, это нельзя. Итак, не знаю, то, что человек не хочет продавать или обменивать, да? То есть там часто меняли вещи. Сегодня в шельском ступане квартиры меняли. Нельзя покупать, продать. Вот, поэтому раньше могли менять, там, лошадь на коровы, наоборот. Были такие вещи. Знаете, сегодня нам просто купил-продал. Он упомянутил такие варианты. В любом случае, значит, это все нельзя. И написал Рамбо Маймонид Благословенной памяти праведника, что это два разных запрета. То есть даже в этой заповеди, это на самом деле не одна заповедь, это тоже такой заголовок, у которого два полотзаголовка. Из одной вытекают две. Даже для евреев. Первое, значит, написано в десяти заповедях, как правило, Миша наш сказал, дорогой. Миша Балякат. В десяти заповедях написано, Лот Ахмад, не возживай. Это первый запрет. А второй, вот сейчас, вот в нашей главе, это в главе Ветханан, пятая книга Торы, вторая глава. Тут написано Лот ИТВ. Значит, наибрид это два разных глагола. Вроде как мы их сегодня переводим одинаково, но это тем не менее не одинаково. Смотрите, Лохмот – это вот что-то красивое. Красивая женщина, я хочу жениться на ней. Красивый мужчина, я хочу выйти замуж, да? Что-то красивое в твоих глазах. Там, хамуды-то. Я даже имею такое на арабском. Хамуды-то? Приятные. Приятные слова. Девушку называют хамуду. При хамуду-то? Приятная. Нет, это взрослый. Приятная, да, что девушка... Нет, это именно, что хамуду-то приятная. Да, я могу так сказать кому, что ты такой приятный, молодой человек. Почему это, что я хожу за границу и... Например, у Словакии муйка похоже на Закарпаттику. У Румунии муйка по-наскальнию. Ну, по-наскальнию. А по-наскальнию. Если я кому-то захочу. Ну, поэтому Лохмот – это желать что-то хорошее, что красиво в твоих глазах. Хочу эту машину. Она красива в моих глазах. Для этого, Тава – это страсть. Я хочу всеми силами своей души. Я не буду спать. Я не буду есть, я не буду пить. Но это девушка будет моей женой. Или парень. Или это машина. То есть человек, он... Это называется идея фикс. Главная идея, что человек живет. Вот это Тава. И это то, что написано про идолов, как они сделали Золотого Тельца. Значит, что народ там... Значит, и Таву-Тава. Значит, они два раза написано, что они страстно хотели страсть. То есть, в лотоконство была страсть. Настолько, что Равкук даже пишет. Это Таву-Му допоминает, намекает, что с исчезновением в лотоконство исчезла страсть к служению высшим силам. То есть, они это делали искренне. А мы сегодня ход молимся или не молимся, разговариваем, думаем. Они это делали неправильную вещь, идолом. Но делали это не то, что от всего сердца. Всеми феврами души. Помните, мы читали историю, последний раз сказал. Как он говорит, если бы ты был в наших поколениях, помните? Ты, говорит, платье поднимал свое и бежал бы. Настолько страсть была. Поэтому Рамбам замечает, что вот этот запрет, не владеть чужим имуществом, он имеет, повторяется в Торе дважды. На самом деле, не повторяется. Если написано что-то дважды, то это не то же самое. Например, в Торе написано три раза, не лови колюзночка в молоке матери своей. Это разные вещи. Не имеется тот козленок с его матерью. Не смешивай молочное, не вари, не кушай, даже не продавай. А здесь, тем более, написано разными словами. Так это совсем разные вещи. Итак, это две разные вещи, пишет Маймонид. Хлот Ахмод, мне вас желаю что-то приятного, чтобы человек не брал чужое имущество любым путем. Или через деньги, или не через деньги. То есть, продай мне, человек делает какие-то мафинации. По-любому. А вот второй запрет сейчас, вот этот 417, не возжелай страстно, это, что даже думать в сердце, в голове запрещено. Понятно разница, да? То есть, в первых 10 заповедях, он уже практически говорит, что этого нельзя делать. Не делай этого, остановись. А второй запрет, он еще более крутой, он еще строгим даже думать запрещен. И это очень редкая вещь. Потому что человек не судится за мысль. Он судится за поступки. А тут нужно не думать что-то. Почему? Потому что эта мысль приведет к тому, что будешь делать. И так. И дальше, дальше, дальше. Рамбо образы сняет. Значит. И эта заповедь всегда про заповеди. Рамбо Роно Левис Барселона, он всегда под конец пишет такие детали, как в инструкции. Заповедь сегодня неосуществима или осуществима, или делают только мужчины. Например, первый заповедь про Брязани. Он пишет, делают только мужчины. То, что называет, не дай Бог, обрезание женщин, не обрезание. Обрезание женщинами. Боремся с этим. К обрезанию нет никакого отношения. Поэтому, чтобы у глупцов не было глупых мыслей, он всегда пишет, какая заповедь кому относится. И так он пишет, и эта заповедь, не возжелай даже в сердце. Даже не думай. Делать тебе с каждой стихи заповедь не делай. Даже в сердце не думай. Эта заповедь делается во всех местах. Имеется в виду заповедь только в земле Израиля. С храмом, с сельскохозяйственным. Он пишет заповедь только в земле Израиля. Например, сейчас, следующий год будет седьмой год. Плоды седьмого года из израильской земли. Запрещенные плоды из израильской земли. Пожалуйста, кушай. То есть, эта заповедь относится только в земле Израиля. Поэтому он пишет. И эта заповедь, не возжелай в сердце, относится, делается во всех местах, во все времена. То есть, сейчас тоже актуально. Не отменилось, как некоторые, к сожалению. И неважно, мужчина или женщина. Женщина, чего хочет женщина. Мужчины хотят машин, женщин. Шубу хотят. То есть, каждый это то, чего хочет. И мужчинам, женщинам нельзя даже в сердце своем думать про это. И весь, сейчас приступаем к дневного. Переходит на ради Ароны Лейбл. Он не заканчивает. Обычно это предложение, где этот заповедь работает, это все это предложение. Его каждого абзаца, каждой заповеди. Заповедь для мужчин, для женщин, для других. В Израиле, во всем мире. И сегодня работает человек, не работает. Однако тут он очень интересно продолжает довольно долго. Запитая. И все люди всего мира обязаны в этой заповеди. Все люди всего мира. Сейчас увидим, скажите напрямую еще пару строчек. Слышали про эту заповедь? Всеми заповедей, всеми. Нет. Не написано. Как же так может быть? Ответ? Что? Семь заповедей. Это заголовки. Это группы. Это не семь. Это больше. И намного больше. И это то, что там говорит, что вот эта заповедь не выжила. В сердце своем. Ко всем. И относится. Даже когда он поклонникам. Не дай богу. Тем более к нему. И так заповедь относится ко всем. Потому что она раздел запрета заповеди воровать. Воровать нельзя. Это в десяти заповедях. У на ног есть заповедь? Не воровать? Есть. Есть. Вот вам уже пример, что не воровать. Это группа. Это не точка. Это двоеточие. И поэтому она раздел. Даже в сердце своем не возживает. То, что у ближнего. Еще раз. Именно то, что у ближнего. Такую же шубу. Пойди за работу. Хуже попроси. Такую же машину. Проблема. Идешь в банк. Берешь кредит. Именно это. Именно это вот вещь, которая у другого человека. Только если человек сам хочет продать. Только если человек сам хочет продать. Его нельзя прийти даже уговаривать. Он про это пишет. Слышь, я это просто не зачитал. Нельзя прийти уговаривать. Просто по-честному говорить. Давай. Вот сколько она стоит на рынке. А если создать ему такую закладку, чтобы он захотел? Это то, что он пишет, запрещает. Это и есть махинация. Именно. Именно. Потому что за желание в сердце. Ты создашь ситуацию. Человек существует изобретательным. Придумает ситуацию, в которой он сам прибежит. Не полцунный, но там. 75%. Поэтому. Именно поэтому. Даже в сердце своем нельзя. Только если человек абсолютно добровольно. Я слышал, ты продаешь. Окей. Я видел, ты в интернете. В газете. Окей. Но нельзя человека уговаривать. Ты спрашиваешь. Ты продаешь. Как в Израиле. На перегрёздке. Продаешь. Нет. Все. Можно спросить, продаёшь или нет. Продаёшь шубу. Нет. Все. Нельзя уговаривать продавать. Ещё раз. Это заповедь называется ко всем людям мира. Ко всему человечеству. Потому что она группа. И заповеди не воруй. И она. Она. И семи заповедей, которые обязаны на них все люди мира. И не думай. Не ошибайся. И не думай. Сын мой. Кто читает эту книгу. Что в семи заповедях Ноаха. Известны тебе почёшь. Их только семь. Из Талмуда. На самом деле. Это те семь заповедей. Они общие. Перевод группы. Это группы. Это не семь заповедей. Это группы заповедей. Они семь. Цифра. У них много подробностей. У них много отдельных заповедей. Из их семьи. Как, например, запрет не прерыводействовать. Он не один. А там много заповедей. Например. Мы недавно это читали в Торе. Нельзя родители с детьми. Детьми с родителей. С отцом. И с матью. С сестрой. Это все разные заповеди. Понятно, да? То есть заголовок не прерыводействовать. Под конец. И со свободными людьми. Потому что почему-то люди все разрешают. Это тоже нельзя. Это тоже считается прерыводействием. В этом все. Группа заповедей. Которых много. И то же самое относится к гомосексуализму. Что гомосексуализм это тоже заголовок. Это не одна. Там много. Мужчина с мужчиной. Женщина с женщиной. И так далее. Не дай бог. Это все тоже их много. И то же самое относится к долопоклонству. Что это считается нами вроде как одна заповедь. Из семи. А на самом деле это группа. Их десятки. Вот в этой книге. Рава Лихтинштейна я видел. Там, по-моему, более двадцати. Только предлопоклонству. И поэтому в этом деле они, Энуах, абсолютно равны евреям. Что они в них обязаны так же, как и евреи. Единственное, что наказание евреев больше. А каждый бековский штраф. Наказание евреев больше. На нарушение заправления. На них наказание меньше. Но обязаны точно так же делать. Хорошо. Итак. И поэтому мы видим, что... То, что у нас иногда спрашивают. Нас один человек спросил, где шковицу. Ну, хорошо, заповеди всем. Дальше выучили. Что дальше? Что я сказал? Что их несеми гораздо больше. Их нужно очень долго и много. И это, опять-таки, не придумали сейчас. Это не придумали... Это Рафшерки не придумал. Это не придумал Бритулам. Вот. Арон Олеви не знал Закарпатья. Не знал Россош. Он пишет это вне связи с нами. 800 лет назад. Поэтому это то, что мы говорим, что Рафшерки, он просто объясняет, что эта группа заповеди может быть больше, чем всем. Иногда намного больше. Человек может брать на себя больше заповеди. Теперь перейдем к практической плоскости вопроса, с вашего позволения. Итак, у нас вопрос номер один. Что будет, если придут люди из Завнано-Франковска к нам в Россош, и они кушают свинину? Да. Итак, если мы сказали, что 7 заповедей это не 7, это 67, это группы, то утверждается, что заповедь не кушать органов животных, это не только по-настоящему от коровы много одного, а это кашрут. И принципиально все, что написано в письменной торе, относится к Ден-Ох. Поэтому там записано не кушать черепаху, не кушать черепаху. Там записано не кушать верблюда, не кушать верблюда. Там написано не кушать свинину, не кушать свинину. Другими словами, внимательное прочтение, говорит, что их не 7, а 67, это группы. И поэтому утверждается, что в Ден-Ох есть свой кашрут. Может быть, не такой тонкий, как там у евреев, все включая все. Но, несомненно, все запреты Моисеева и то, что Бог дал людям, евреям, относятся к Ден-Ох. Поэтому человек из Нафранковска, мы скажем, у вас на Нафранковске все красиво, хорошо, светит солнце. Но, тем не менее, заповеди больше, чем 7. Поэтому свинину кушать нельзя. Не потому, что ее в субботнике не кушают, или там, не знаю, в воскреснике ее кушают. Не потому. Мы с ними не связаны. Они с нами связаны. Они у нас украли книги, идеи и слова. Поэтому мы делаем это вне связи с ними. Мы делаем это потому, что, я сказал, Бог, так написал в Торе, о заповеди больше, чем 7. У нас есть свой кашрут. Это первое. Второе. Что будет? Да, вот люди соблюдают субботу, не соблюдают субботу. Кто ездит, то не ездит. Вот он курит в субботу. Здесь есть очень интересная мысль. Не может быть, чтобы человек, который вышел из каких-то субботников, воскресников, разных адвентистов, получится, что он приблизился к Всевышнему и одновременно упал ниже. Так не бывает. Если ты приближаешься к Всевышнему, ты становишься лучше. Талмуй приводит эту идею, когда, например, человек прошел бьюр, стал евреем. Талмуй говорит, человек, новый человек, как будто родился, вышел из воды, как будто владенец родился из воды матери. Ну да, так что получается, сын женится на матери, теоретически, да, новые люди. Нет, конечно, не может быть, чтобы человек вышел, сейчас переведем это вместе с Велитой, не может быть, чтобы человек из низшей святости опустился еще ниже. он поднялся. Человек, почему бы он поднялся, больше заповедей, больше запрета. Он не то, что там с матерью жениться, гораздо больше, что ему теперь запрещено. 613 заповедей. Поэтому мы ожидаем от человека большего. И поэтому точно так же, как человек раньше в своих субботниках, воскресниках не курил, должен и дальше не курить. И уж как минимум в субботу и праздник. Есть еще такое понятие публично и не публично. Вы скажете, ну хорошо, есть много реф, которые курят. Хорошо. Это тоже нехорошо, это проблема, они это знают. Это плохо для здоровья. И поэтому еще сто лет назад курить на улице считалось нескромно, нехорошо. И для мужчин, и для женщин. Для женщин еще в 30-е годы это считалось, потом как-то стало нормой. Поэтому я считаю, это правильная норма. Опять-таки, ввиду того, что есть евреи, которые курят, ты не можешь сказать не кури вообще. Но ты можешь сказать не кури в субботу, и ты можешь сказать не кури при нас. Хочешь курить, идти там в туалет, где ты стараешься там. Не в субботу. Не в субботу. Не в субботу. В субботу нигде. Те евреи религиозные, которые курят, не в субботу. В субботу они правда не курят. Поэтому то, что мне важно было сказать, это вот то, что заповеди на самом деле больше. И человек, выведя из субботников из адвентиста, он становится лучше, а не хуже. Он не позволяет себе то, что раньше не разрешал. Он не опускается вниз, поднимается вверх. И это то, что говорит Талмуд. Малим бы кодыш, виром эрдим бы кодыш. Поднимаются святости, а не опускаются. Это вот направление, в которое нужно идти. Поэтому всем, Женке Ивановичу, не кушаем свинину, не курим в шаббат. И даже в будни это должно быть не публично. Ну, у меня вкратце все. Теперь есть вопросы по любым темам. Можно, Саша, пожалуйста. Дерево познание, забрали зла. Тоже объявление было не желание. Не желание. Да, желание. Написано, оно услада глаз. Но это переводится по-русски услада. Видите, тава, страсть. Она страсть для глаз. Я хочу обладать им блога, я хочу его покушать, я хочу его познать. Она не просто желание, это была страсть. И увидела, значит, женщина, что дерево тава на и наим. Страсть для глаз. Не страсть для желудка, страсть для глаз. Поэтому Талмуд говорит, глаз видит, сердце хочет. Поэтому некоторые вещи нужно даже не думать. Поэтому это хороший пример. Вот, да, что. Если наживаешь вещь какими-то человека, спросил его однажды, он сказал, что нет, не продали. Не продали. Ты можешь еще больше спрашивать его? Нет. Нельзя больше спрашивать. Если он раз сказал нет. Рас сказал нет, это нет. Если спрашиваешь второй раз, это уже уговаривать. только намек. Может, все-таки продаж. Не, или можно так сказать, что если надумаешь, то я не знаю. Да, так можно сказать. Да, это хорошо. Надумаешь. если надумаешь, позвони, так можно сказать. Но мне он сказал нет, а может все-таки да. Почему так можно предлагать много усилий или читать? что-то что-то вывести и десятую зарплату, и девятую, и одиннадцатую, что нужно почитать отца и матери. Ведь в семи зарплатах нету почитать отца и матери. А значит я должен держить усилие, что где-то там я должен найти. Почему отца и матери написано напрямую? Мы уже учили в семи. Ответ следующий. Мы уже учили, я зачитывал, что есть так называемые общие законы, которые законы сынов человеческих. Неписанные законы мы называем мораль. Поэтому все почитают отца и матери, каждый по-разному. Да? Есть там например почитание родителей, когда человека называют как его отца или мать. Есть там не знаю что человек встает когда отец и мать входит. Есть много-много в разных культурах по-разному. Но у всех народов есть почитание отца и матери. Поэтому поэтому эта вещь настолько базисная, простая, что даже не записали. Это понятно, что это есть. Если спросите почему у евреев оно написано, это потому что у евреев больше наказания. Мы сказали, что будет на каждом перекрестке. Поэтому мы сказали, что разница, что у евреев наказаний больше. Поэтому убны должны уважать по человеческим законам. Не уважают нехорошо, но наказания сверху нет. Евреи, если выполняют этот запрет, есть наказание сверху. Никто не скажет, есть наказание. И поэтому евреям тяжелее, что есть наказание. Прямого указания я сказал, никто сказал, что для Брюнаха только запрещающие заповеди. Совершенно верно. Мы говорили, что все запрещительные заповеди в сторону с Брюнах. Да, это пишет Раф. Вайнер это пишет в своей книге. Поэтому сказано, не кушай свинину. сказано? Сказано все. Напрямую написано. Сказано и кушай раков. Но что написали, что ни одна повелевачья заповедь не относится к Брюнах. Еврейская повелевачья заповедь. Нет, что из повелевачьей запрещающей для доивления для ними нет. Еще раз, есть такой подход. Все заповеди они первые шесть. Нет, только последняя седьмая повелительна. Установи суд. Поэтому мы видим, что этот подход верен, кроме того, когда он не верен. Поэтому все-таки есть и победительные, позитивные заповеди. Есть. Просто их меньше. У евреев это примерно половин на половину. Запретить их чуть больше. А в основном именно запреты. поэтому не кушай свинины. Не кури. за мне шоу верен. Вот довольно более из мусили подписаны. Более уволили из общества. Порыв. И стал на некоторых славным. Как мы уже стали прочитать, что вот кот, который можно есть, он мне говорит, Мишка, ты знаешь, что добрый. Ты действительно сомненный сабо, который сидел и не знаю, что мы мерзли. Он пустоит мясо. Для того, как мы решили, что это не доброе, это не доброе, не буду. На данный момент действительно только 270 заповедей, потому что храма нет. Да, не все 613. Есть разные системы подсчетов, но принципом, что всех нет, поэтому он пишет, что эта заповедь по-прежнему актуальна. Или, если вам нужно знать про храм из 613, Роберона Левиона пишет, сегодня мы не можем ее исполнять. Ее нет. Какой день? Какой выходной день? Суббота. Суббота. Да, да, да. Написано, не нарушай день субботний. В Нуаха, может быть, нет побудительных там делать то или то в субботу, но не нарушай день субботний. Да, это вот. Да. Левиона, как вчера Наша Марта казала, Кайтона Тихо, и в прошлый раз я говорила, в прошлый раз я говорила, что есть соблюдение субботы и есть почитание субботы. В третьем веку освободился от пилорама, пришел в пьюзно, но он освободился от основного труда, он почитает субботу. Он по законам не соблюдает, но он почитает. И воздаяние за почитание и соблюдание будет интересное, и кто не соблюдает субботу, то кто не почитает. Соблюдание субботы, это по закону, по Галахе, это вновь не обязан. Он должен почитать. Да, а почитать, да, постараться, чтобы быть дома на шаббате, деться красиво, да? На служение. Да. Только в субботу, а если не в субботу, то в воскресенье тоже нет. Если же не успел в субботу. Это не переносится, да? Да. Если ты вместо трех раз в день поел один раз, будешь потом на следующий день доедать, то что ли, съел? Нет. Прошло, прошло. Должен в блинах. Закрыть благодарение. Понизапа и нет. Может не благодарить, но может добровольно благодарить. Благодарить не обязан, но было бы хорошо поблагодарить. Ешь, и дальше по дороге ешь себе по ночам, все что, и не благодаришь. А пророк говорит, как они едят хлеб, вы не знаете, что это? Не. Воздаши славу Богу. Кого они благодарить? А человек с интеллектом? Можно ли спросить за какую-то вещь, если человек ее продает или продает? Угу. А дождавшись от этого, да? Озвучить сумму какую-то за нее можно ждать? Да, но если он сказал нет, какой смысл говорить? Скажешь, я хочу купить у тебя эту вещь, я тебе даю такую-то сумму. Еще никто не дождался, опять продает или нет. А, сразу, сразу. Да, сразу. Да, конечно, может. Это попытка сделки. Все по-честному. Так можно. Не провокации. Нет. Так можно. Так можно. То есть, тут нет самого главного ответа, а готов же он про это вообще говорить. Да, он скажет, я даже ее не продаю. Дай мне все деньги у нее. Но это ответ. Так можно. Продай мне, я заплачу тебе столько. Но если он говорит, нет, хорошо, я удвою. Вот это уже будет и дело. Сказал Хайерман одному своему прихожанину, что задавайте вопросы. Задавайте вопросы. Задавайте вопросы. Один ответил, и начинает учить. Он говорит, ты задавай вопросы, а не учи. И я как раз наоборот. Я бы хотел правильно это или неправильно. Молится. Молится. Нет. Просто эту тему поднял. Продает. Маш дом продает. И Раввин или еврей еврею говорит, да, я тебе продаю этот дом за тысячу долларов. Приходит он с деньгами, покупатель. Но Зеев молится. Он там стоит и говорит, слушай, я тебе даю две тысячи. Почему вы читали? Перекватил. Он не отвечает, потому что молится. Не всегда можно ответить. Нельзя уже согласаться на три тысячи, когда ты вчера сказал, что нет. Скажем так, есть вещь, которая называется, человек решил в сердце своем. Это учатся наши мудрецы. Значит, там вот один мудрец там хотел что-то купить. Цена потом упала. Ему продали. Готовы продали дешевле. Он сказал, нет, я решил в сердце своем. Что вот. Из этого это учится, да. Но поэтому опять-таки человек должен быть честен сам с собой. То есть никто не знает, насколько он был. Я готов даже такую сумму. Но это опять-таки для людей особо праведных. И, но Бог знает. Бог знает, что решил в сердце своему. Опа. Изменил. Другим сердцем там. Дешевле. О, хорошо. И утверждается, что Бог ищет разницу. Поэтому не имеет смысла. Вторым сердцем. Другое решение принял. Нужно стоять на первом. Я хотел под конец тогда сказать, что сейчас начнется шивот. Два дня праздника. Праздник дарования тоже. У нас, конечно, есть наши соседи, пятидесятники. Я не знаю, что им там. То есть они только с самого названия взяли. Заголовок. Смысл. Мне объясняли. Какой-то другой у них смысл. Вот. Поэтому я хотел сказать одну простую мысль. Традиция наша говорит, что были слова Торы для тебя новые каждый день. Так же, как твоя жена. Должны быть новые каждый день, чтобы не привыкать муж к жене, а к мужу. И поэтому в Торе не написана дата шаблота. Написан праздник. Но его нужно высчитать. Семь недель по семь дней и потом. Так выходит пятьдесят. И поэтому это, чтобы сказать, что праздник дарования Торы, он, конечно, сейчас два дня будет. Но он каждый день. Он каждый день. Это вот в этом идея. Там Роша Шанал написано. Седьмой месяц. Первый. В Персах там. Первый месяц. Четырнадцать месяц. Все написано. А вот это не написано. Это, чтобы человек стремился учиться учить Тору, стремился делать добро. Круглый год. Вот. Поэтому мы на шаблот читаем свиток Руд. Она делала добро своей, как сказать, не тёще, а свекрови. Она не была обязана. Она не была обязана. Там нигде не написано, да, у женщины умер муж, а она пошла там свекрови помогать. Как они? Тюреи изменились на них. Если они не принимали. Поэтому Бог их и убил. Бог их за это и наказал. Это напрямую более чем намекается. Как они могли? Не могли, но нарушили. Да как люди на красный ездят? Ездят, где не штрафуют. Вот. Как они могут? Человек много чего может. Поэтому она делает доброе дело, хотя не обязана, да. Казалось бы, брак распался. Она говорит, давай. Но она делает доброе дело. Поэтому шаблот это вот. Это дело добрые дела. Поэтому Амут говорит, что в свитке Руд нет никаких информации, что делать, что делать. Вон как. Это можно, это нельзя. Нет ничего очищающего, ничего запрещающего. То есть нет никаких законов, нет никакого лохи. Но есть пример, как делать добро. Хэс. И это не просто символично, а это намек толстый, не тонкий, а толстый, что нужно делать добро круглый год. Поэтому всех с праздником. Будьте здоровы. Сегодня это не само собой разумеющееся. Поэтому мы увидимся. И через неделю, вот, воскресенье 23-го, майя даст Бог, у нас будет урок тоже в Нишковице. Но я вам сказал, я постараюсь не посреди недели, а именно вот воскресенье, уважить свалявую росыше. Поэтому спасибо. До свидания. Спасибо за нас. Спасибо за вашу руку. Продолжение следует...